Привет, друзья! Меня многие в комментариях просят продолжить рубрику День до зарплаты. Продолжаем. Но мы кое-что все же изменили и поменяли название. Готовлю сегодня бутерброды с мясом. И посчитаю, во сколько мне обошелся один такой бутерброд. 200 граммов куриного филе, вернее филе бедра, нарезаю мелко. На вот такие кусочки. На мелкой терке натираю 50 граммов моркови. Два яйца взбиваю венчиком. Сюда же отправляю кусочки курицы, мелко нарезанный лук 100 грамм, морковь, 3 столовых ложки майонеза и 3 столовых ложки муки. Это примерно 75 граммов. Теперь немного черного перца и соль. Перемешиваю. И убираю эту смесь в холодильник минимум на 4 часа. У меня простояло сутки. Вообще очень удобно делать такую заготовку заранее. Она может храниться в холодильнике 3-4 дня. Вот такой багет с луком я взяла для бутербродов. Нарезаю. Получилось 24 кусочка. Сейчас посмотрю, насколько хватит начинки. Накладываю начинку. Она очень хорошо держится, никуда не съезжает. Начинки у меня как раз хватило на все 24 бутерброда. Но маленькие считать не буду. То есть из этого количества ингредиентов получается примерно 20 бутербродов. Часть из них я запеку в духовке, часть пожарю. Форму я смазала маслом. Выкладываю бутерброды и ставлю в разогретую до 180 градусов духовку на 15-20 минут. Остальные буду обжаривать. Выкладываю бутерброды вниз начинкой и жарю на медленном огне только с одной стороны. Можно накрыть крышкой. Но даже без крышки бутерброды отлично пропекаются. Масло практически не берут. Выкладываю на тарелку. Вот такие аппетитные они получаются. И пахнут как котлетки. А вот эти из духовки. Снизу они получаются хрустящие. Даже сложно выбрать, какие вкуснее. Жареные или запеченные. И так, и так вкусно. Вот все, что получилось. Средний вес одного бутерброда 35-40 граммов. По стоимости примерно 5 рублей штучка. Полную раскладку по стоимости смотрите в описании под этим видео. Очень жду ваши отзывы в комментариях. Если понравилась наша обновленная рубрика, ставьте лайк. И мы продолжим. И конечно попробуйте приготовить такие бутерброды. Кроме того, что они практически ни почем, еще и очень вкусные. Чтобы не потерять это видео, подписывайтесь на мой канал и жмите на колокольчик, чтобы ничего не пропустить. Всем желаю приятного аппетита. Спасибо, что доверяете и готовите вместе со мной. До новых встреч!